Дорожное движение До пяти минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Что такое организованная перевозка детей? Дальний, ближний, противотуманки. Что и когда можно включать и за что можно получить штраф? Надо ли платить штраф за утерю водительского удостоверения? Что будет, если пересечь двойную сплошную линию? А в конце программы по традиции рубрика «Тест ПДД», который сдаст инструктор-проводник по спортивному туризму Вячеслав Местников. Ну а в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 23 по 29 сентября зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 7 человек, трое погибших. Так, 28 сентября на автодороге Нам водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем марки «Тойота Гая», двигаясь в село Намцы, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 30-летний водитель с удостоверением категории «Б» и стажем вождения с 2011 года только за 2024 год имеет три нарушения за превышение установленной скорости. Еще одно ДТП с погибшим зарегистрировано в Нюрбинском районе. В тот же день, 28 сентября, водитель, управляя транспортным средством марки «Лада Гранта», не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, в салоне автомашины находился один. Все обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следствию. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Не забывайте о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей. Кто-то пренебрегает включением ближнего света, кто-то неуместно включает противотуманные фонари, а некоторые водители считают неправомерным сигналы дальним светом. Давайте вспомним азы и уточним некоторые непопулярные нюансы применения световых приборов, а заодно выясним, можно ли получить штраф за несоблюдение правил. К внешним световым приборам автомобиля относятся фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, а также противотуманные фары, стоп-сигнал, подсветка номера, габаритные огни, а также противотуманный фонарь и фонарь заднего хода. Класс установленного источника света должен соответствовать предусмотренному изготовителям в документации. Устройство освещения и световой сигнализации, которое излучает красный свет в направлении вперед или белый цвет в направлении назад, кроме за исключением фар заднего хода и подсветка государственного регистрационного знака. Не допускается использовать в фарах транспортного света съемных источников цвета, не имеющих знака официального утверждения, либо не соответствующим установленным изготовителям эксплуатационной документации. Классы источника цвета цоколем, мощностью и цветовой температурой, а также переходники с цоколем источника цвета одного класса на другой при установке источников цвета в световом модуле. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должен быть включен один из трех источников света. Фары ближнего света, дневные ходовые огни, либо противотуманные фары. Эти нехитрые меры позволяют нашему автомобилю быть намного заметнее в зеркалах других участников дорожного движения. Также в темное время суток в условиях недостаточной видимости и в туннелях должны быть обязательно включены фары ближнего или дальнего света. На транспортном средствах устанавливаются дневные ходовые огни. Если такие установления должны включаться автоматически, когда выключается зажигание, находиться в таком положении, которое исключает возможность работы двигателя. Однако они могут останавливаться включенными при нахождении рычага автомобильной коробки передач в положении стоянка или приведенной в действие стояночной тормозной системы или до начала движения транспортного средства после каждого запуска двигателя вручную. Дневные ходовые огни должны включаться автоматически при включении фар, в том числе передних и противотуманных фар. Стоит помнить, что неправильное использование световых приборов является нарушением правил дорожного движения. Соответственно, ведет за собой ответственность. Но что намного важнее, своевременное их использование является гарантией как вашей безопасности, так и безопасности окружающих. Юрий Осипов, Илья Сарамятников, Якутск. Начало учебного года – это самое время вспомнить о том, что перевозка более 8 детей в автобусах без родителей или их представителей регулируется специальными правилами, несоблюдение которых карается серьезной ответственностью. Подробнее о том, как безопасно организовать такую перевозку, в нашем обзоре вместе с Владимиром Ощепковым, инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики, мы обсудим сегодня в студии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Говоря о дополнительных средствах пассивной и активной безопасности перевозки детей, что имеется в виду? Ну, в принципе, под пассивной безопасностью у нас подразумеваются, опять же, это ремни безопасности, это в первую очередь, ну и также подушки безопасности, и также подголовники и энергозаберегающие элементы, которые находятся на креслах транспортного средства, то есть, опять же, это конкретно касаемо автобусов. А в целом, сколько взрослых должны сопровождать детей, например, в автобусе? Ну, в автобусе у нас, опять же, предполагается, согласно постановлению правительской федерации номер 1527 от 23 сентября 2020 года, правила, организованные перевозки группы детей, у нас подразумевают, опять же, если в транспортном средстве в автобусе у нас находятся более 20 детей, на каждые 20 детей у нас должен быть один сопровождающий. Ну, опять же, это касается по количеству, ну, если в транспортном средстве у нас, допустим, в автобусе бывают в основном две двери, да, один входной, другой выходной, как бы, и на каждой двери должен быть, опять же, взрослый человек, который должен наблюдать за детьми. А какие требования непосредственно к самому транспортному средству и водителю существуют в подобных поездках? Ну, в подобных поездках, опять же, требования к водителю должны быть у нас, опять же, определенные. Согласно правилам дорожного движения, водитель должен иметь категорию D на управление данным видом транспортного средства. Также стаж вождения у него должно быть не более двух лет, да, и, соответственно, он должен, как я сказал, пройти предрейсовый инструктаж перед началом поездки и также должен пройти проверку и в течение года он должен быть привлечен к административному правонарушению. А как подать уведомление в ГАИ о перевозке детей в автобусе? Какая процедура? Процедура у нас сейчас очень простая, в принципе, да, это можно, в принципе, наручно принести, либо, опять же, подать заявление на сайте госфотоинспекция.ру, где заполняется анкета соответствующая, где прописывается транспортное средство, какое образовательное учреждение, количество детей, и, в принципе, за несколько дней до выезда предполагаемого вы уже, кто организует данную поездку, должен уже подать заявление к нам, чтобы мы успели проверить данного водителя и транспортное средство, и потом уже спокойно уже следовать после получения ответа по своему маршруту. Ну, а в целом, вот для чего это делается? Для чего уведомлять ГАИ о том, что автобус перевозит детей? Ну, организованная перевозка само по себе, да, если так взять, это у нас, опять же, количество детей у нас, как минимум, бывает не меньше 20, это у нас, в общем, если так взять, в среднем в классах где-то по 30-20 детей, да, и, соответственно, в данном случае, опять же, ответственность на перевозку, получается, ложится на ответственное лицо, которое, опять же, организовало данную поездку, и чтобы не было несчастных случаев, соответственно, да, чтобы автобус был в техническо справном состоянии, ну, и водитель соответствовал всем требованиям постановления, да, и чтобы данная поездка была, в первую очередь, опять же, самая безопасная. А что будет, если нарушить эти правила? В первую очередь, согласно статье 12.23, части 3 Кодекса РФ об администрации правонарушений водителя, на водителя может наложиться штраф в размере 3 тысяч рублей. Это, опять же, если нарушил правила перевозки детей просто. А если уже это организованная перевозка, нарушение организованной перевозки, то в данном случае, опять же, на водителя может быть наложен штраф в размере 3 тысяч рублей. На должностное лицо 25 тысяч, может быть, и на юридическое лицо может дойти штраф до 100 тысяч рублей. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции Владимир Ощепков. А мы продолжаем. Если водительское удостоверение потерялось, это неприятно, но поправимо. Восстановить права можно за один день и даже избежать штрафов за вождение без удостоверения. Но знайте, что потеря водительского удостоверения не запрещает ездить на машине. Если по сроку ваши права действительны, вы можете получить копию пластика. Это специальный документ, который разрешает управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления. Утеря водительских прав – довольно частое явление. На протяжении этого года только в Якутске зарегистрировано 983 случая. Отмечается, что до замены можно воспользоваться электронной версией. С прошлого года водители могут предъявлять права инспектору через приложение госуслуги авто. Скачайте его на телефон и войдите в свой аккаунт на госуслугах. Система загрузит ваши данные из базы ГИБДД. Если остановят автомобиль на дороге, нажмите «Предъявить права» и покажите сотруднику автоинспекции сгенерированный QR-код. Однако не стоит откладывать восстановление в долгий ящик. Это можно сделать посредством записи через единый портал государственных муниципальных услуг. Также можно обратиться в порядке живой очереди в подразделение госавтоинспекции, где осуществляется прием граждан по выдаче и замене водительских удостоверений. Государственная пошлина за замену водительского удостоверения – 2000 рублей. Если будете проходить медкомиссию, придется оплатить выдачу справки. Стоимость справки зависит от организации, категории вождения и перечня врачей для прохождения. В некоторых случаях, возможно, нужно будет отдельно оплатить сдачу анализов, осмотр психолога или нарколога. Получить справку на управление автомобилем можете в государственном медучреждении по прописке или в частной клинике, у которой есть действующая лицензия. В случае, если требуется продление, то предоставляется медицинское заключение. В таком случае водительское удостоверение выдается на 10 лет. В тех случаях, когда не предоставляется водительское заключение, в таких случаях восстанавливается на оставший срок. Притом, если водительское удостоверение уже с истекшим сроком, то предоставление медицинское заключение требуется в обязательном порядке. И все документы должны быть предоставлены в оригинальном виде. Если обнаружили, что водительского удостоверения нет, затягивать замены не стоит. Обратитесь сразу в автоинспекцию за новым. Иначе за езду на автомобиле могут оштрафовать на 500 рублей. Юрий Осипов, Илья Сарамятников, Якутск. Пересечение двойной сплошной линии – одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Какое наказание положено за него? Есть ли смягчающие обстоятельства? Как поступить провинившемуся водителю? И лишают ли прав за пересечение двойной сплошной? Об этом далее расскажет наша постоянная рубрика «Полезная за минуту». Сейчас у нас в законодательстве имеются требования по нарушениям правил расположения транспортного средства по полосам. То есть нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки. То есть это либо сплошной разметки дорожной, либо двойной сплошной. Ну, как мы знаем, сплошная разметка в принципе не позволяет водителям выезжать на полосу для встречного движения, либо выезжать с прилегающей территории, либо из дворовой территории. В данном случае, опять же, водителям может быть составлено несколько материалов. Опять же, смотря как он выехал через сплошную линию разметки, либо это одна сплошная, либо это двойная сплошная, то в данном случае водителю в принципе нельзя выезжать на встречную полосу движения, ну, либо выезжать с дворовой территории, либо с прилегающей территории. В данном случае, как я сказал, штрафные санкции на водителя будут налагаться, опять же, согласно части 1 статьи 12.15, нарушение правил расположения транспортного средства. Либо, опять же, может быть самое строгое нарушение по части 4 статьи 12.15 Кодекс РФ, административное правонарушение может быть. То есть, это выезд на полосу для встречного движения, получается, если, опять же, нарушение разметки проезжей части водителя, если выезжает. В данном случае, на водителя может быть составлена данная статья, и выписан штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством от 4 месяцев до 6. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции, наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А ответит на них инструктор-проводник по спортивному туризму Вячеслав Местников. Здравствуйте. Добрый день. Вячеслав, скажите, какой у вас стаж вождения? Ну, в принципе, я рос в деревне, поэтому стаж именно водить очень большой. Но права я уже заменил. Сейчас у меня вторые права. Уже не помню, с какой год. Больше 10 лет точно. Хорошо. Ну, желаем вам удачи. У нас будет 10 вопросов, и с вас нужно 10 ответов. Итак, первый билет. Первый вопрос. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками, варианты ответов, должен ожидать разрешающего сигнала светофора. Второй вариант. Может двигаться только прямо или направо. И третий вариант. Может двигаться в любом направлении. Ну, тут уж точно как бы ясно. Машина уже едет с проблесковыми маячками. Вот. Он может двигаться в любом направлении. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Допускается ли пересекать сплошную линию разметки, обозначающую край проезжей части? Варианты ответов. Допускается для остановки на обочине и при выезде с нее. Второй вариант. Допускается для остановки на обочине и при выезде с нее только в места, где разрешена остановка или стоянка. И третий вариант. Запрещается. Тут разрешается. Ну, именно в местах, где разрешается остановка есть. То есть второй вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте? Варианты ответов разрешено. Второй ответ. Второй вариант. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 тонн. И третий вариант. Запрещено. Вот этот билет я помню, когда я сдавал свой. И именно на этом я прокололся. Потому что там и понятие стоянка, и парковка. Остановиться и парковаться это разное. Тут в этом случае есть знак парковка. Ну и способы парковки для легковых автомобилей. Тут грузовик может остановиться, но не парковаться. То есть это, ну, разрешено остановиться как. Итак, вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Вам можно двигаться. Варианты ответов только налево. Второй вариант налево и в обратном направлении. Третий вариант в любом направлении. Это регулировщик. У меня при виде регулировщика всегда возникают такие чувства паники. Куда бы поехать? И как бы я всегда руководствуюсь. Если, допустим, рука регулировщика стоит для меня как шлагбаума, то я туда не поеду, сразу сворачивая, где его рука не стоит. Ну, тут получается, как бы, ну, в принципе, я могу свернуть и направо, и прямо поехать. Ну, и налево не заходя за шлагбаума, ну, и разворот. То есть, в принципе, да, получается, ну, все куда. Получается в любом направлении. Да, в любом направлении. В любом направлении. Да. Принято. Третий вариант. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Варианты ответов только А. Второй вариант А и Б. Третий вариант Б и В. Четвертый вариант все. А, тут, ну, я думаю, что, в принципе, во все. Ну, как, да, все направления. То есть, это первый знак – это разворот. То есть, я могу поехать налево, ну, как бы, запрещающий разворот. Второй, как бы, тупик. Я могу заехать, ну, и вылезти из него, да. Вот. Ну, и третий просто, как бы, показывает направление движения. То есть, во все. Вариант номер 4. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам остановка в указанном месте? Варианты ответов разрешается. Второй вариант. Разрешается только для посадки или высадки пассажиров. И третий вариант – запрещается. Да, ну, запрещается. Я так думаю. Угу. Ну, конкретно запрещается, уже не могу. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Нарушил ли водитель правила при вынужденной остановке на автомагистрали? Вариант ответов – нарушил. Второй вариант. Нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. И третий вариант – не нарушил. Ну, как я говорил, с транспортом может быть всякое, да, в любом месте, хоть на дороге, там, в магистрале, либо там, в городе. Поэтому, ну, в данном случае водитель остановился, как бы, включил, там, аварийную сигналку, но на магистрале все надо выставить эти знаки треугольные. Тут я не вижу знаков, так что тут однозначно он нарушил, скажем так. Если не выставил знак аварийной остановки. Ну, да. Тут номер. Ну, он нарушил. Если не выставил, он не выставил. Ну, нарушил вариант номера 1. Нет, ну, если ты говоришь, что он, если он не выставил, тогда нарушил? Ну, я не вижу, он точно нарушил, либо 1, либо 2 вариант, если не выставил. Но если не выставил, тогда 2 выбираем. Ну, можно и так. Он не выставил, да. Нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. Вариант номер два. Следующий вопрос. Эта табличка распространяет действия установленного с ней знака. Варианты ответов только на легковые автомобили. Второй вариант. На легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Третий вариант. На легковые автомобили и мотоциклы. Тут вариант номер два. На грузовые автомобили с массой 3,5 тоже. То есть, ну, правильный ответ номер два. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Последний. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? Варианты ответов. Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств. Второй вариант. Проехать прямо и развернуться за перекрестком. Третий вариант. Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке. Ну, вообще, нас как бы учили, что знаки распространяются до перекрестка. Тут знак движения вперед, по-моему. Вот. Поэтому, ну, надо проехать перекресток и развернуться за перекрестком. Ну, да, за перекрестком. Тогда вариант номер два. Два, да, получается? Вариант номер два. Итак, ну что, дорогие друзья, результаты данные на наш тест проверит инструктор учебного центра, автоэксперт Дмитрий Винокуров. Здравствуйте, Вячеслав. Так, сейчас мы проверим ваши знания правил дорожного движения. Я слышал, что вы получили права уже практически очень давно, да? Да. Ну и сейчас ознакомимся с вашими результатами. И поймем, насколько вы еще помните правила дорожного движения. Первый вопрос. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками, да, тут вы ответили абсолютно верно, тут третий, может двигаться в любом направлении. Допускается ли пересекать сплошную линию разметки, обозначающей край проезжей части? Тут вы тоже ответили абсолютно верно. Это второй ответ. Третий, разрушено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте? Тут, как вы тоже говорили, да, тут не стоянка, а остановка. А так как мы видим сплошные линии, то тут объезжать машину можно, так что тут тоже правильный ответ номер один. Разрушено, тут ничего не запрещается. Вам можно двигаться, да, у всех появляется ступор при виде на перекрестке стоящего инспектора, да, регулировщика. Да, и многие забывают, но тут вы ответили абсолютно верно. Тут вы можете двигаться в любом направлении. Направо, прямо, налево и разворот. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Тут тоже никаких запрещающих знаков нету, кроме разворота. Ну, если разворот запрещен, то не запрещено поворачивать налево тоже. Вы это рассуждали очень верно, поворот А можно. В тупик заезжать, если вам гараж или что-нибудь там стоит, магазин в тупике, тоже можно. Ну и одностороннее движение, поворот, ну, с левой стороны, да, вот, там тоже можно. Так, разрешается ли вам остановка в указанном месте? Тут категорически запрещено, потому что тут велосипедная дорожка, ну, и как бы там останавливаться запрещено. Не имеете права. Так, тут ответ номер два нарушил, если не выставил знак аварийной остановки. На вне населенных пунктов знак аварийной остановки выставляется за 30 метров. Тут как бы его нету, поэтому тут вы тоже ответили верно. Эти таблички распространяют действия, установленные у нас с ней знаков. Тут тоже вы ответили правильно. Тут ответ номер два. Так как грузовые автомобили до трех с половиной тонн тоже относятся к категории Б. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? Да, мы тут видим знак движения только прямо, и он действует только на этот перекресток, потому что он стоит именно непосредственно перед перекрестком. Этот перекресток мы проезжаем прямо, а после того, как проехали, нет ничего запрещающего, поэтому разворачиваемся и можем проехать в любом направлении. Тут вы тоже ответили верно. Давайте подведем итог, Вячеслав. Вы ответили на 9 вопросов абсолютно верно. Вы шли только на один ответ. Этот вопрос был с подковыркой. Но если так понимать, что вы получили права очень давно, это суперрезультат. Молодец, так и учите дальше. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова